Для начала три дома, потом у нас будет и четыре, и давайте пять. Я думаю, что этого хватит. В случае, когда пять точек, нам это вполне хватит. Как они расположены, мы не знаем. Мы знаем, что слева направо вот так вот они идут, а какие расстояния, какое больше, какое меньше, мы не знаем. Задача все время одна и та же. Так, где, например, взять точку, чтобы сумма расстояний была бы как можно меньше? Да, пожалуйста. В самом доме. В доме каком? В третьем доме, в самом деле, в B. Там, где B. То есть вы считаете, что точка M равняется B, да? Так, а в таком случае чему равна эта минимальная величина? АС. Ну, на самом деле, смотрите, от точки B какое-то расстояние сюда, и от точки B какое-то расстояние сюда, а до собой точку B0. Значит, на самом деле, вы правы, это АС. Ответ верен. Доказать его можете? Если вы уже начинаете пример рассматривать, если дом посередине, мне это интересно, когда дом живом есть, да? Ну, можно везде, кроме, вот, левее, чем А, и правее, чем С. То есть, в отличие от девушки, вы считаете, что точку M можно поставить в любом месте на этом отрезке, только не надо выходить левее, чем А, и не надо выходить правее, чем С. Так, это вариант ответа, он, конечно, отличается, надо понять, какой верен. Да, пожалуйста. В любом месте. Ну, то есть, вы присоединяете к мальчику. Так. Точки B. Точку B нам говорят. Кто докажет? Да? Я думаю, что все-таки в пределах АС. В пределах АС, да? Да. Смотрите, если честно, сейчас вы можете, конечно, голосование устроить, но это бессмысленно. Потому что нужно решить задачу. Вот давайте, давайте, кто может, если на адрес не больше, то и ответ становится больше. Численные значения здесь как раз не так и важны. Здесь вопрос, где ставить точку? В каком месте ставить точку? Да, думаю, что все-таки надо ставить B. Потому что если будет одинаковая группа, тогда это будет длиннее, чем А, С. Можете это объяснить? А короче, просто нельзя сделать, чем А, С. Объясните, почему это так? Да, потому что, когда мы не ставим, то это будет длиннее. Если B, то это будет самая короткая. Да, да. А вы понимаете отличие математического способа обсуждения от просто заявления? А? Вы должны решить задачу. Вы должны объяснить это. Не просто сказать, что есть ответ, я в нем убежден. Это неинтересно. Сейчас занимаемся математикой. Задача очень простая, но от этого она не перестает быть математической задачей. Значит, у нее должно быть решение. Давайте я вас еще раз повторю. У нас есть прямая линия, на которой отмечены три точки. Мы, эти А, Б, С, не можем никуда двигать. Вот они у нас есть, и все это. В каком-то смысле дома, да, вот эти прибитые, стоят, сосваивают, да. Чем угодно, все, вбитым, крепким, крепким. И наоборот. Есть проектировщик, который смотрит, где бы выбрать точку. В каком месте поставить на проектов везде точку, чтобы сумма расстояния от нее была бы как можно меньше. Что от вас на самом деле требуется? Очень простая вещь. Разобрать положение. Когда точка М расположена здесь, 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 здесь. понять, как это все будет выглядеть. Варианты оба между отцами вообще-то одинаковые. Да, конечно. Вот из асимметрии. Да, конечно. Итак, здесь у нас точки А, Б и С. Давайте рисую картину. Вот. Точка М лежит с этой стороны. Смотрим. Есть отрезок А, М. Есть отрезок М, Б. И есть отрезок М, С. Обратите внимание, почему это положение менее выгодно, чем когда точку М помещаем прямо в точку А. Очень просто. Тем, что мы вот этот вот отрезок проходим аж три раза. И он учитывается, когда смотрим до точки А, и когда до точки Б, и когда до точки С. Вот этот отрезок учитывается три раза. А если мы поместим его в точку А, то его вообще не будет, а все остальное будет то же самое. Отлично. Другая картинка. Те же самые точки А, Б, С. Но при этом точка М лежит где-то, то ли в точке А, в общем, где-то на отрезке А, В. Давайте рисовать так. Вот это расстояние. Вот это расстояние. И вот это расстояние. Сейчас я вам объясню, почему на самом деле выпильнее поместить точку М в точку Б, а не в каком-то месте. Да очень просто. Потому что смотрите, вот есть отрезок А, есть отрезок М, С. Они вместе дают отрезок А, С. А к этому еще добавляется вот этот вот лишний отрезок. То есть А, М плюс М, С это А, С. Но есть еще лишний отрезок М, В. Если мы точку М сдвинем в точку Б, то его не будет. Значит, выпильнее. Ну, господа, как мне уже только что сказали, может ли я не буду смотреть справа от С и между точками Б и С. Потому что ситуация абсолютно аналогичная. И мне кажется, что любой из вас уже может отойти. Все. Значит, эту задачу мы решили. Спасибо.